Добрый день! Перед вами ReadyCube. Головоломка, которая имеет сейчас достаточно большую популярность. Ее часто добавляют в качестве неофициальной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу. И компания Мою активно его продвигает. Возможно, когда-то в будущем она и станет официальной дисциплиной. Сам ReadyCube собирается достаточно несложно, интуитивно, любой может разобраться. Да, профессионалы собирают его уже в районе 10 секунд. Ну, я примерно 40 с чем-то недавно на чемпионате Белгороди собирал. Но к чему я это? ReadyCube – приятная головоломка. И всегда хотелось мне на основе этой головоломки получить более сложную, в большем количестве слоев. Она существует. Это Mosaic Cube, который выпускал компания Meffert. Возможно, сейчас выпускает, но что-то в продаже его не видно. Ну, и придумал ее Оскар. Возможно, она продается. Она продается, наверное, дорого. Но компания Lanlan. Хорошая компания. Взяла и выпустила Mosaic Cube. Да, она уже делала что-то подобное. То есть, кубик Crazy Comet, кажется. То есть, кто-то ее разработал, а она выпускает более дешевую версию. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Картинка такого кубика от Meffert должна сейчас где-то здесь висеть. Вот мы будем ее сравнивать с Lanlan-овским Mosaic Cube. Сразу видим отличия. То есть, ради кубика, вот такие вот угловатые формы. И... То есть, при вращении, на самом деле, вот так все происходит. Вот такая вот ломаная линия. И в производстве Meffert, да, все было точно так же. Просто здесь было два слоя. В Lanlan упростили себе задачу и сделали круглую. Такие полукруги. Четверть круги даже. Но зато два слоя. Возможно, это решило какие-то проблемы. Но с сути головоломки от этого не меняется. Вот он Mosaic Cube. Цвета стандартные для компании Lanlan. Моготипчик есть. Давайте померяем. По размеру она чуть поменьше, чем Redi Cube. Если Redi... 62, наверное, миллиметра. Имеет ребро. То Lanlan-овский Mosaic Cube. 58 показывает мой китайский штангенциркуль. В руках держать вроде бы удобно. Сейчас попробуем повращать. Пластик на ощупь похож на пластик, какой был в Crazy Comet. Ну и вот в последних Lanlan-овских головоломках. Он достаточно жесткий, но неплохой. Я думаю, что он разработается и вращение станет лучше. Поскольку сам Redi Cube собирается достаточно просто, я думаю, что эта головоломка будет собираться чуть посложнее, но все равно просто. Поэтому я сейчас сразу попробую перемешать. Можем сразу обратить внимание. Давайте все-таки обратим внимание, что уголки, они как были, так и остаются цельные. А вот это вот ребро, оно делится на три, получается, элемента. То есть вот эти две наклейки у ребра и вот эти две дополнительных, два дополнительных ребрышка, которые, видимо, могут жить отдельно друг от друга. Ну а вот эти вот наклейки путешествуют совместно. Какое вращение у нас здесь доступно? То есть можно вращать вот эти маленькие уголочки. Тем самым смещая маленькие ребрышки. Можно вращать, ну как Redi Cube. Так что вот это ребро путешествует целиком. Помешаем. Я начну с маленьких уголочков. Пока вращается дуговато. Должно притереться. Быстренько перемешиваем. Вот что-то вот такое у нас получилось. Как же это собирать? Ну начнем, наверное, с чего? Попробуем соединить вот эти ребра целиком. То есть редуцировать его до обычного Redi Cube. Начнем, наверное, с ребер, которые имеют белый цвет. Потому что они поярче, их проще находить. Найду я, к примеру, какое ребро. Хоть одно. Вот. Белый-зеленый. Белый-зеленый ребро. С большого буду начинать. К нему легко можно маленькое ребрышко добавить. Ищем еще одно. Находим его вот здесь. Ну, собралось ребро. Хорошо. Ищем следующее. К примеру, вот бело-синее. Бело-синее ребро. Они вот так вот далеко друг от друга находятся. Но это единый элемент. Ищем маленькие ребрышки. И при этом стараемся не разрушить то, что у нас уже есть. Подводим одно. Ищем еще. Вот оно. Поставим сюда. И вот у нас еще одно готовое. Отведем к примеру в сторонку. Чтобы не мешалось. Так. А у нас вот здесь вот нашлось бело-оранжевое. И здесь вот рядышком бело-красное. Подальше. Так. Бело-красное, наверное, давайте сначала. Отведем сюда. Переведем сюда. Поставим так. И вот так. Красное готово. Остается оранжевое. Видим вот на бело-оранжевое. К нему легко подводится. Маленькое. И еще вот это. Наверное, как-нибудь вот так вот покручу. И вот собралось бело-оранжевое. Ребрышко целиком. Теперь, чтобы они мне не мешались в дальнейшей сборке, я их, наверное, сразу установлю на место. Ну, к белому слою. Что у нас тут есть? К примеру, можно сразу соединить с ребром. То есть, собираем, как обычный радиокуб. Только один его слой. Так, синий, синий, синий. Стоит нехорошо. Как-нибудь вот так поставим. Вот так. Синий, красный. Оранжевый. Ответем. Ух ты. Много отводить. Ну, сделаем как-нибудь вот так. И остается сюда зелененький. Выровняем. Чтобы получше стоял. Ну, и вот отсюда легко загоним. То есть, вот у нас собран, как говорится, первый слой. Теперь наша задача собрать, наверное, остальные ребрышки. И начну с тех, которые находятся вот здесь. Ну, просто так не захотелось. Наверное, это без разницы, с чего начинать. Что вижу. Зелено-красное. Зелено-красное. Где еще элементы? Вот элементы. Раз. Замечаю еще одно. Подставим вот сюда. Отведем куда-нибудь вниз. Чтобы, опять же, не мешалось. Ну, на удивление стало свое место. Но мы это еще сдвинем. Так, дальше. Зелено-оранжевое. Собирается быстро. Убираем вниз. Что еще видим? Что еще? Так, так. А вот. Красно-синее. Красно-синее. И его элементы вам как-то далеко. Так, поставим поближе. Так. Так. Отсюда-сюда мы не дотянемся. Наверное, как-нибудь вот это сюда подниму. Так, красно-синее. И, наверное, вот таким нехитрым пиф-пафом, который затрагивает маленький большой уголок. Вот сюда вот помещу. Ну и еще один синий-красный нужен. Вот он где. Так, нам его вот сюда нужно. Поэтому ставим, отводим в сторонку, возвращаем. И этот подводим. Так, еще одно ребро готово. Что остается? Сине-оранжевое. Где она у нас? Вот она. Подведем сюда. Так. Здесь мы уже начинаем что-то разрушать. Поэтому пиф-пафы идут в ход. Так. Есть. Вот этот надо сюда поставить. Отведем в сторонку. Так. И ребро. Так. Мы собрали все не желтые ребра. Соберем теперь желтые. Здесь уже должно быть попроще, побыстрее. Но главное не разрушить. А я думаю, здесь обычными пиф-пафами все и соберется. Вот это сюда. Так. 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 Готово. Так. Желто-красные. Желто-зеленые собраны. Остается вот у нас. Поближе их поставим. Так. А здесь придется, наверное... А, вон у нас еще. Вот это ребрышко не собрано. Давайте как-нибудь их на верхний слой выведем. Чтобы они не грустили. Желто-красные оказались не собраны. Одна на желто-оранжевом стояла. Так. Ну и погнали. Раз. Раз. Два. Два. Поставили один элемент. И тем самым у нас переместились ребра. Маленькие ребрышки. Погатрем большим. Ну и, наверное, еще один пив-пах нам потребуется. Так. Даже делаю таким образом. Вот таким. И вот так вот у нас соберутся все ребра. Это оказалось достаточно просто. Ну и остается нам просто дособрать ReadyCube. Любыми способами. Ну, к примеру, что я вижу. Я вижу... Что можно... Так. Вот здесь вот так на месте стоит. Используйся бы не в этом положении. Вот в этом положении ставим оранжево-синий на место. Дальше можно поставить синий-красный на место. Вижу красно-зеленый. Так. Не докрутил. Вот у нас красно-зеленый. Так. И вот этот уголок стоит неправильно. Развернем. Так. Как бы его лучше. С этой стороны. У нас собрался весь второй слой. И двух-пиф-пафная ситуация сверху. Сделаем первый пиф-паф. И остается нам сделать еще один. Так. 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 И вот так. И вот мозаик-куб у нас собран. Мозаик-куб либо мастер-ради-куб. Там мне понравилось. Вполне приятная головоломка. Крутится. Ну, удовлетворительно, скажем так. Но она должна разработаться. Это же ван-ван. Она, походу, не смазанная. Еще смазать, наверное, можно. Чтобы настраивать. Это же уголок. Вращательная головоломка. Видимо, должны сниматься вот эти уголки. И там должны быть болтики. Я думаю, ослаблять его не надо. Надо притереть, смазать. Отличная вещичка, скажу я вам. Вполне приятная. Ван-ван молодцы. Делают интересные головоломки доступными. Пусть слегка изменилась форма самих деталей. Он теперь уже не так похож на ради-куб. Но все равно принцип сборки не поменялся. Я специально не смотрел никакие туториалы. Гораздо интереснее собрать головоломку самому впервые. Даже если я это сделаю на видео, облажаюсь, то ничего страшного. В этом и интерес. Попробовать самому собрать. Чего я вам советую. Хорошая головоломка. Рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.